Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы поговорим об украшениях для дома, о которых вы просили мне рассказать. И также посмотрим журнал «Гламур» за декабрь. Многое из того, что вы видите на моем столике туалетном, что попадает в кадр моих видео, приобретено в магазине «Хобби Гипермаркет Леонардо». Там я приобретаю интересные и очень красивые штучки. Например, вот такие вот украшения для стола. Они металлические. Я, конечно, сама это придумала. Можно сюда надеть колечки. Я также вешаю вот на этот крючочек часы. Также я храню вот в этой подставочке косметику, духи. Ну и стоимость Леонардо вот таких вот украшений очень небольшая, в районе 200 рублей. Следующее, что мне также очень нравится, это вот такие вот фигурные, очень красивые вазочки. Они там стоят очень недорого, тоже в районе 200 рублей, даже, по-моему, 100 с чем-то, ну вот как-то так. Можете приобрести второй цвет, третий и совместить их, они точно совпадают. Получается такая вот волна. Очень красиво. Я думаю, вы видели, наверное, уже эту вазочку у меня в видео на заднем плане. Я ставлю туда цветы и один цветок красиво смотрится, и несколько, ну то есть, в общем, небольшие букеты. Можно приобрести огромное количество различных ароматов для дома. Посмотрите, какие удобные маленькие флакончики. Я считаю, можно в туалетную комнату, в шкаф повесить с вещами, можно повесить в машину. Ну и как вариант подарка на Новый год тоже кому-то очень неплохо для дома, если вы знаете аромат, который нравится. Стоимость очень небольшая, 100 с чем-то рублей. В общем, вот такого вот флакончика с ароматизатором здесь натурального масла, очень здорово. Ароматные палочки для дома мы очень любим. Здесь натуральные составы, замечательные. Ароматы природы мне очень-очень нравятся. В меньшем количестве более тонкие палочки Чампа и Сейдж. Сейдж индийские палочки. Это цветочное производство России. У нас довольно большой холл, поэтому обычно я размещаю вот такую вот палочку, одну горящую в холле. И далее уже аромат расходится аккуратно, по всем комнатам, равномерно. Далее абсолютно мое открытие. Я знала, что многие используют это, и профессиональные визажисты в том числе. В Леонардо продается, как вы знаете, много товаров для творчества. Я приобрела себе кисти, но не для того, чтобы рисовать, а для того, чтобы делать макияж. Да-да, это самый бюджетный способ, самый оригинальный, на мой взгляд. И там очень большой выбор кисточек. Стоит от 50 рублей. Это искусственный ворс. Кисточка это для, как вы знаете, специальной техники рисования. Именно из нее произошла кисточка для хайлайтера. Следующая кисть, как вы видите, это ворс пони. Хорошая, мягкая. Художники используют такие кисточки для того, чтобы сделать большой мягкий штрих для акварели. А я буду использовать для растушевки теней. Смотрите, какая она мягкая. Ну и стоят они там копейки. Такие кисточки у меня очень часто бывают все испачканные в различных текстурах кремовых. У меня нет времени их отмывать, поэтому, естественно, их нужно иметь несколько. Вот этой кистью я буду, скорее всего, наносить основу под тени, то есть кремовую основу. Кисточкой более тонкой что-то ретушировать. Ну и, конечно же, самая тоненькая кисть для того, чтобы прорисовывать уголок. И для того, чтобы рисовать стрелочки. Ну и, конечно же, прорисовывать волоски на бровях, если я использую помадку для бровей. На мой взгляд, это самый бюджетный способ приобрести хорошие кисточки для макияжа. Ну и, конечно же, более пушистые кисти там также есть. У них также есть система лояльности. Можно приобрести карточку. И, конечно же, там же моя дочка приобретает все для рисования. Она очень любит рисовать. Там огромное количество различных масс для лепки и множество естественных украшений, бисероплетения, и макраме, и вязания, и лепки глины до вышивания. Давайте вместе посмотрим журнал «Гламур» за декабрь. На что мы всегда обращаем внимание, это реклама, в которой принимает участие Джонни Депп. Нравится нам этот артист очень. И, кстати, на нем как-то очень гармонично смотрятся татуировки, хотя обычно я не люблю татуировки. На мой взгляд, немного не угадали с композицией, потому что здесь такие хорошие очень лица настоящие. Вот дядя такой у нее, ну не знаю, или папа. Такая бабушка просто чудесная, вообще настоящая такая женщина. Итальянка, видимо, какая-то с красивым макияжем в вечернем платье. Тут, конечно, девушка немножко не вписывается. В H&M я приобретала пару пиджаков, но как-то больше ничего такого для себя не нашла. Все-таки качество одежды мне не очень нравится, хотя она более-менее такая, ну, модная, яркая, но качество, конечно, не очень. Пробничек духов «Шанель» номер 5. Это уже новый вариант. Такая облегченная версия, насколько я понимаю. Да, красивые, конечно, броши, но не очень понимаю, куда их можно надеть, но хотя, конечно, красивые. Поражает своей фантазией прическа. Так выглядят, по-моему, куклы у детей, вот такая прическа у девушки, когда этими куклами давно не пользуются. Где-то там под кроватью валяющиеся. И по поводу серебристых таких вот металлических вещей, мама подарила мне вот такую вот сумочку. Ну, конечно, так экстремально немножко для меня. Она вот на такой цепочке, такой вот клатч. В принципе, он удобный, он качественно сделан. Но цвет, конечно, для меня смелый. Напишите, носите ли вы вот такие вот яркие, довольно смелые аксессуары. Серебро, золото, видите, опять все это сейчас в тренде. Видите, серебро, серебро, серебро. У Шесейды вышла такая интересная тушь с такой кисточкой, видите, которая гнется. И точно такая же подводка. Не знаю, удобно ли ими рисовать стрелочки, но насколько удобно. Ну, я, в принципе, рисую неплохо. Портрет могу нарисовать. Поэтому для меня не заставляет труда и обычными художественными кистями стрелочки нарисовать. Мода вот на такие вот графические изображения на ногтях. Ну, у меня не всегда есть время просто, естественно говоря, ногти накрасить. А уж вот на такую вырисовку-то и подавно. Но, наверное, для любителей, кто занимается, в принципе, только собой и кто следит за модой, наверное, это очень интересный тренд. В общем, есть чем заняться человеку в течение дня. Рисуешь иероглифы целый день. Вот и день прошел. Раньше модно были вот такие вот браслеты змейкой и часы змейкой. Я как-то вот все не могу понять этой моды. Я люблю вот прям классические-классические часы. Кстати, если вам интересно, у меня есть небольшая коллекция. И я очень-очень люблю часы. Считаю их прекрасным аксессуаром. Ну, и, в общем, удобным и нужным предметом. Опять серебро. Наверное, стоит мне мой клатч все-таки попробовать носить. Одежда парчевого плана. Мне нравится, честно говоря, очень, но только на картинках. Потому что ее очень сложно с чем-то скомбинировать. Она такая самодостаточная. И, конечно, если что-то выглядывает из-под куртки или какого-то обычного пуховика, то это не очень красиво, вот такой вот вариант. Да, поэтому лучше, конечно, под шубу. Погода у нас, как вы знаете, в Москве не очень стабильная. В основном дожди. Поэтому шубу я даже свою не успеваю поносить. Бархат мне очень нравится. У меня есть пара кофточек таких из стрейч-бархата. Пан-бархат, наверное. Молодцы, что стали брать вот таких вот актрис, пухленьких моделей. Потому что, конечно, девочки многие комплексуют за свои фигуры. В связи с тем, что видят анорексичных девочек, моделей на всех фотографиях. А здесь вот, видите, гламур. Журнал выбирает таких пухленьких. И сама редактор гламур довольно крупная женщина. Если вы видели ее фото, прям такая вот большая женщина. Хорошая. Настоящая, как говорит мой муж. Трендовые головные уборы, которые модны зимой и осенью. Но, в принципе, ничего, честно говоря, из этого мне не подходит. Но, может быть, только берет. Я не ношу как-то, знаете, головные уборы. Мне очень жарко в них. И начинает потом болеть голова. Да, вот такая у меня голова. Умная, но не любит она шапки никакие. Красный цвет в тренде. Я люблю, как вы знаете, тоже довольно яркие оранжевые красные цвета. И часто я появляюсь перед вами в такой одежде. Но тоже аккуратно. Не во всем красном. Это, конечно, на мой взгляд, слишком привлекает внимание. И, наверное, все-таки красную шубу я бы не стала приобретать. Платочки в моде, как вы видите. Я, кстати, очень люблю. У меня такой русский овал лица. Поэтому мне хорошо в платках. Здесь несколько страниц посвящены тому, как ухаживать за зоной вокруг глаз. Кстати, очень интересная информация. Пучки и локоны модно. Но с локонами я ходила довольно долго. С пучками просто полжизни проходила. Потому что волосы были очень-очень длинные. Сейчас у меня удочки такие, ниже бедер. И, естественно, самый удобный вариант был это пучок. И на репетиции, и на танцы, естественно, только пучки. Шпильки раньше были не очень хорошие. Какие-то они такие облезлые быстро становились. Сейчас-то просто загляденье. Красивые есть и с бусинками. Подарочная такая вот упаковка. Адвент-календарь. Открывается он каждый день в течение месяца. Например, вы приобретаете его на весь декабрь. И каждый день какие-то сюрпризы, маленькие пробнички, мини-варианты средств открываете. Такие календари сейчас выпускают многие марки. Кто покупал, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Действительно ли они доставляют такое огромное удовольствие? 6860 бобор. Days of Joy 7000. The Body Shop. Presents Givens 6000 от Kiehl's. Премиальный адвент-календарь от L'Occitane. 8900. Ну, какие-то прям дороговатые. Ну, не знаю. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по поводу адвент-календарей. Может быть, действительно стоит и какая-то выгода в этом все-таки есть. Рождественская палитра тени от Givenchy. Обратите внимание, что это опять такое сложное сочетание довольно цветов. Но, правда, здесь вот более не синий, а такой вот индиго и больше фиолетовый. У меня есть сейчас такая вот палетка от Guerlain, где тоже вот такие же вот есть цвета, которые я с трудом, ну, как-то вот приспособилась, вроде бы, к ним. В проекте использовать по максимуму. У Vivienne Sabo вышла очень красивая оригинальная палеточка. Вот такая вот киска. Здесь три цвета. То есть тень буквально самой темной киской. Как коллекционеров, для тех, кто любит вот такую оригинальную косметику, на мой взгляд, интересно. Кстати, надо будет потестировать. Если они есть в подружке, я обязательно потестирую. Страничка, как всегда, с советами Елены Крыгиной по поводу масок в данном случае. Не нашла, честно говоря, здесь ни одной бюджетной маски. Я считаю все-таки, что маски это не та категория, на которую нужно тратить бешеные деньги. Все-таки есть маски и более бюджетные, и столь же хорошие. В разделе красота и практика вот столько основ, как вторая кожа, праймеры. У меня всего их два, вы их знаете. Считаю, что праймеры не обязательно иметь обычной девушке, обычной женщине, которая не ходит ни на какие мероприятия прям каждый день. Не снимает видео, не ведет свой канал, потому что все-таки праймеры, они предназначены для тех, кто хочет продлить стойкость макияжа. Ну, конечно, если очень жирная кожа, может быть, он вам понадобится. Именно матирующий, такой убирающий излишки жира и продлевающий стойкость. Но фактически, я думаю, можно воспользоваться и закрепителем макияжа, который, опять же, может быть и увлажнителем одновременно. Так что не считаю нужным тратиться на большое количество каких-то праймеров. Эти странички, знаете, мне очень понравились, потому что здесь разделено, что приобрести себе, что бабушке, что маме. И как мне странно, вот из раздела, что приобрести себе, мне понравилась, ну, исключительно одна вещь. Это вот помада. Каблуки такие я носить, конечно, не смогу. Во-первых, провалиться очень легко где угодно, и в решетку перед подъездом, и в метро. И не знаю, честно говоря, как девушки вообще носят каблуки, если они ведут машину. Непонятно для меня вот такая шпилька. Ну, и, в общем, все. Здесь больше мне ничего не понравилось, но, может быть, только вот подушечка для оформления дивана. Часы такие, что вот даже с лупой не разберешься, что там на них, угадывать который час я не люблю. Может быть, носить можно просто как украшение, но, конечно, и бестолковые украшения я тоже не люблю. А вот товары для бабушки мне почему-то больше понравились, знаете. И какая-то кофточка такая простая, хорошая, и цвет помады хороший. Кувшинчик отличный для полива цветов. Ну, конечно, очки я не ношу. Платочек замечательный, очень красивый. Юбка отличная, кстати, классическая. Видите, такая вот шерстяная, плесеровная. Хорошие классические сережки. Правда, спать с такими нельзя. Эти штыречки вкалываются в кожу. Ну, замечательная классическая сумка и как бы часы, которые бабушке, конечно же, не подойдут, потому что она ничего на них не увидит. Поэтому тут, конечно, ошиблись с часами. Бабушке нужен хороший циферблат. Ну, маме, маме, конечно, это экстремально. Вот такая вот шуба, это перебор, наверное. Пижамы, видите, красные. Их можно носить и как верхнюю одежду, просто обычную. Ну, и сумочки мне вот такие вот очень нравятся, как и классические туфли. Обожаю вот такие формы. Тут сестре, молодежная одежда. Юбки вот такие короткие, джинсовые вообще понять никак не могу. Часы, кстати, неплохие для молодых девушек. Опять же, вот они эти. От Vivienne Sapo. Видите, здесь посветлее уже гамма. Тоже кошка сидит в тень. Уги, ну, никак не понимаю. Выглядят в них девочки прям как какие-то лесники. И еще ружье и собаку им. И будет полный набор. Ну, не знаю, может быть, кому-то нравится. Да, часы красивые. Вот уже более простые. Красивый ремешок, но тоже опять такой цвет, что он, конечно, может надоедать и со всей одеждой будет сочетаться. И туфли мне тоже очень нравятся. Да, ну, и цена у них тоже хорошая. Развлекаемся дальше. Тут еще страничка, видите, бойфренду. Куртка красивая. Вот такие наушники. Похожие у нас есть. Дочка носит с удовольствием. Они беспроводные. Трусы я бы не стала все-таки дарить на какой-то праздник бойфренду даже. Ботинки вот такие вот классные. Они несносные. Мужчины носят с удовольствием такие. Прекрасные пиджаки в талию. Если, конечно, талия есть, и мужчине не мешает животик. Такая вот сумочка, конечно, спорный вариант. Я надеюсь, вам видно. Она в листочках, бордовая, в зеленых и синих листиках. Ну, конечно, такой вариант. Я не знаю, кто будет эти мужчины носить. Но, может быть, кто-то и будет. Такие метросексуалы. Ну, и такие же носочки. Да, я представляю себе своего мужа, конечно, в таком вот виде. Пришел директор на работу. Очень люблю этих животных. Они прям какие-то медитативные. Такие, знаете, в своем мире живущие. Кстати, они очень здорово дружат с собаками и кошками. Ну, может быть, потому что они такие спокойные очень. Ох, нравятся мне вот такие вот кремовые цвета. Прямо они такие интеллигентные, красивые. Одежды немного такого цвета. Все время ищу. И какие-то цвета не очень удачные мне попадаются. Я бы с удовольствием вот такое пальто купила. Леопард снова в тренде. На аксессуарах он и на одежде основной. Видите, такие вот пожилые модели. Интересно очень. Новое такое веяние. Такой вот вариант. Видите, как пожилая женщина смело очень одета. Не знаю, ходит ли она так в жизни. Но, по крайней мере, здесь, мне кажется, она очень даже достойно выглядит. Кстати, оригинальная из цветных волос бантик. И вот она опять кукла из-под дивана. Ну, это мне, по крайней мере, так кажется. Я не знаю, может быть, конечно, кто-то и будет вот так ходить. Ну, что же, вот такое видео у нас сегодня с вами получилось. Надеюсь, вам было интересно. Если да, поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Вот такие мои находки по украшениям и кисточкам. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. Пишите отзывы и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!